Сергей Хижниченко Нападающий, родился в Восточном Казахстане Воспитанник Усть-Кавиногорского футбола В данный момент Сергей один из немногих казахстанцев Кому удалось поиграть в групповом раунде Лиги Европы Но вместе с Ак-Тубе Новобранец команда хочет покорить Лигу чемпион Не, ну я думаю, конечно, приобрел другой чемпионат Ну другая организация, именно увидел, как бы Увидел все равно, конечно, организацию там на уровне повыше, чем у нас Ну я не знаю, не буду говорить, насколько там Ну в плане, допустим, телевидения, поля, стадионы Как бы антураж болельщики Это как бы околофутбольное такое, конечно, на более высоком уровне, чем у нас в Казахстане А именно уровень чемпионата, я бы не сказал, что там намного выше Просто, наверное, он маленько другой, там больше как бы такая Больше силовой борьбы в таком плане А именно уровень, ну, наверное, вот одна команда, с кем, в принципе, в прошлом году встречалась Ак-Тубе в Лиге Европы, да, по-моему? Да, да, да Вот Легия, как бы она там наголо выше всех, я считаю А остальные, в принципе, между собой такие команды более равные Ну и за счет этого, наверное, более интересный чемпионат там и получается Потому что, как бы, любой у любого может выиграть И там, ну, предугадывать какие-то результаты очень тяжело Не, ну не знаю, именно на тот момент, именно вот в той ситуации, в которой оказался К тебе, наверное, Легия была, наверное, чуть посильнее Потому что там, и они еще злее, наверное, были После того, как их там, да, они с Celtic, там, можно сказать, разнесли И там, и дома у себя два пенальти не забили, 4-1 выиграли Там, по-моему, 2-0 выиграли И, как бы, получилось, что они не попали Я думаю, они бы прошли там дальше Ну, это, конечно, загадывать не будем Я говорю, просто такая ситуация сложилась, что они, как бы, может быть, и более мотивированы были даже У них злость была вот эта вот, и они выплеснули ее, получается Ак-Тубе? Ак-Тубе всем известно, как бы, на казахстанском футбольном пространстве Это, как бы, клуб уже с именем, как бы, они постоянно борются за высокие места Там, несколько лет подряд становились чемпионами, обладали суперкубка, кубка Как бы, команда с большим именем, и я думаю, каждый, практически каждый, может быть, мечтает здесь поиграть Ну, для меня, наверное, выбор палпы, потому что она всегда борется за высокие места И тут, как бы, всегда собраны квалифицированные футболисты, с которыми, как бы, когда ты попадаешь в эту команду У тебя, дай бог, получается, расти и добиваться успехов, выигрывать какие-то титулы Да, не знаю, мне кажется, что у нас получилось все Мы, как бы, вышли в Лигу Европы В Лигу чемпионов то, что они попали, ну, не знаю Ну, уверен, не хватило, может быть, этого опыта Хотя, какого опыта у нас там, ну, никто, как бы, никогда не доходил Ему так получилось, первый, так, ну, так сложилось просто Слава богу, что попали в Лигу Европы А до Лиги чемпионов, я надеюсь, еще попадем на моем веку, когда мы будем играть И дай бог, чтобы это получилось, как тебе, ну, допустим, в этом году уже не свершится Ну, дай бог, чтобы на следующий год, допустим, предоставилась такая возможность выйти в групповой этап Лиги чемпионов Безусловно, в этом году выход в Лигу Европы – это приоритетная задача И, как бы, здесь собраны такие футболисты сейчас Я не знаю, может быть, кто-то придет потом Но я думаю, даже сейчас, по тому подбору игроков, я думаю, это по силам нам И я даже в этом не сомневаюсь Будем делать все для того, чтобы добиться этой цели Ну, не у многих команд есть именно такое фанатское движение в Казахстане Которое вот именно конкретно там Фанатское движение со своей какой-то атрибутикой, со своей какой-то идеологией И вот, как бы, в Ак-Тюбе они такие самые, как бы, одни из самых громких, получается И они себя позиционируют, что они, вот мы там постоянно с командой И, как бы, когда приезжаешь играть в Ак-Тюбе, как бы, видно, что болельщики очень переживают И очень сильно поддерживают, как бы, свою команду Теперь это все будет оборачиваться в свою руку Ну, теперь это в мою пользу, я только этому рад Всегда команда играет для болельщиков Чтобы приходили, смотрели, поддерживали И, безусловно, этому я буду очень рад Когда такие горячие болельщики, как в Ак-Тюбе, будут теперь поддерживать меня Ну, что, в принципе, приходите, поддерживайте Также Риана, также Яра, как вы всегда это делали Нам это будет только добавлять, как бы, там Еще 100% к нашим 120, которым все всегда будут выкладываться на поле И мы будем делать все, чтобы побежать в каждой игре и радовать своей игрой